Эта история произошла в Новосибирске. Жительница города, Виктория Лис, увидела на улице маленького щенка, который никому не принадлежал. Также девушка заметила нечто странное в его движениях, из-за чего она предположила, что он слепой. Вика не могла просто пройти мимо и поэтому решила отвезти щенка в местный приют для животных, чтобы ему оказали необходимую медицинскую помощь. На лечение щенка понадобились определенные средства, и волонтеры согласились помочь. Детальный осмотр Четверонова показал, что он родился уже слепым, и вернуть зрение не предоставляется возможным. Но, кроме этого, у него была эпилепсия, а это намного хуже слепоты. Щенка назвали Ральфом. Чтоб сдерживать приступы эпилепсии, ему назначили медикаментозное лечение. Поэтому пропускать прием препаратов было опасно для его жизни. Все понимали, что состояние здоровья щенка не позволяет ему находиться в приюте, поэтому Виктория решила его приютить у себя на некоторое время. Прошло время, и Ральф научился полноценно жить со своей слепотой, которая совсем ему не мешала играть и общаться с себе подобными, принимать заботу от людей. Виктория понимала, что слепой и больной эпилепсии пес никому не будет нужен. Поэтому она приняла единое правильное решение, оставить Ральфа себе. А на своей странице в социальных сетях Виктория написала, что за тот короткий период времени, когда щенок жил с ней, она успела его полюбить, да и сам он к ней очень привязался. И если сейчас его отдать, это будет подобно предательству. Девушка была уверена, что так, как она, его больше никто не полюбит. На этих фото видно, что эти двое счастливы вместе. К тому же у Ральфа отличные отношения с другими питомцами Виктории и он уже ничем не отличается от них. Своим поступком Виктория возвращает веру в людскую человечность, упорство и ответственность. Рядом с ней Ральф обрел возможность на полноценную жизнь.